Всем добрый день! Сегодня 1 июля. Калининградская область еду с работы домой и увидел одну из самых гордых птиц. Значит, не гадайте, все равно не догадайтесь. Я считал до прошлого года, что самая гордая птица, ни орел, ни беркут, ни коршун, ни гриф, ни какая-либо другая птица, а самая гордая птица это еж. Говорят так, самая гордая птица еж, почему пока не пнешь, не полетит. В прошлом году я ехал на работу на велосипеде и увидел, что летают не только ежи, но и кроты. Я трезвый, можете поверить. И вот посмотрите, вот такие вот кроты, ну он неживой. Он, значит, оказался на асфальте. Для меня была загадка, за лето их я вижу несколько штук. Бывает. И я никак не мог понять, почему ежи выползают на асфальт и погибают. Пока в прошлом году не произошел такой курьез. Я ехал на велосипеде и передо мной, буквально метров пяти, передо мной упал вот такой вот крот мертвый. Я сначала не понял, я посчитал, что я, может быть, действительно что-то неадекватное или ситуация такая какая-то непонятная. Еж с дерева упал сверху. Когда я пригляделся на суку, с которого упал этот крот, сидел старый ворон. И тогда я понял, что вороны где-то находят этих кротов. И для того, чтобы проглотить его, они выносят их на дорогу, бросают под проезжающие машины. Те их, видимо, давят, чем питаются потом и вороны. Так что вот такая загадка была разгадана. И вот в этом году у меня такая гордая птица, как крот, попалась первая. И вот я вам решил рассказать эту историю. Значит, птицы приспособились уже к нашей технике и таким образом добывают себе пропитание. Видимо, все-таки шкура у крота довольно-таки толстая. И чтобы избавиться от всего этого, от всех этих проблем с добычей пищи, они решили выйти вот таким образом. Было, если интересно, то палец вверх, как всегда. Ну а пока, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok